На второй день после обильного снегопада некоторые дороги и тротуары столицы остаются неочищенными. Особенно остро проблема стоит во внутридворовых территориях. Кишиневцы жалуются, что до некоторых зон коммунальщики до сих пор не дошли. Многие вынуждены брать инициативу в свои руки и самостоятельно расчищать обледенелые тротуары и дворы. Несмотря на то, что основные дорожные артерии столицы практически расчищены от льда, ситуация на второстепенных улицах по-прежнему остается сложной. Кишиневцы, не дожидаясь коммунальщиков, сами берут в руки лопату и очищают подъездные пути к своим дворам. Уже сколько времени прошло, эти работы можно сделать в два, три, а то и в пять раз быстрее. И сделать это нужно, когда снег только выпал. Если оставить, лед твердеет и уже даже с песком ничего не решить. Люди, перемещающиеся по городу в основном пешком, говорят, что передвигаться по столице в эти дни – настоящее испытание. Очень тяжело, практически невозможно передвигаться. Настоящее испытание – выходить с коляской и ребенком. Должны были озадачиться расчисткой дорог. На многих тротуарах лед. Где-то и на дорогах снег по-прежнему лежит. Очень много людей получили травмы. Повезло, что здесь порядок навели. Но не могу сказать того же про остальную часть города. Беспорядок. Передвигаться по городу тяжело, а есть люди, которым куда тяжелее, чем мне. У меня есть знакомые, которые уже три дня никуда не выходили. Если раньше мы могли сами с тракторами почистить территорию во дворе, сейчас никто этим не занимается. Людям не помогают. Институт скорой медицинской помощи сообщает, что задействовал больше сотрудников, чтобы справиться с возросшим количеством обращений людей после снегопада. В отделение скорой медицинской помощи за последние 24 часа обратились 114 человек. Им понадобилась помощь травматолога и нейрохирурга. Из этого числа 53 человека были госпитализированы. Состояние пациентов средней тяжести, но стабильное. Пациенты, которые не были госпитализированы, также получили необходимую медицинскую помощь. В зимний период медики рекомендуют быть внимательными, избегать передвижения по замерзшим или покрытым льдом поверхностям, не бегать и носить зимнюю обувь.